Вот эта конференция, что они здесь проводили. Грузия, Украина и Молдова. Это мы писали заявление по данному вопросу. Это попытка восстановить тот Гуан, который был создан еще в конце 90-х годов, в 99-м, 2000-м году, когда был Лучинский президент, Гуан, он тогда еще был. Грузия, Украина, Узбекистан, 2У, потом Азербайджан и Молдова. Я читал об этом Гуан, и мне Лучинский объяснял, ой, ты уцелешь, чьи еще фосы не истории, великий шелковый путь китайский, это будет экономика, это будет через нас транзитные коридоры идти, Молдова от этого будет иметь определенную выгоду экономическую и так далее. Потом у меня была, и я в одном или в двум саммите больше всего из уважения к Леониду Даниловичу. Кучма, я таки участвовал. Потом у меня была встреча с Путиным. И Путин, мы по ряду вопросов обсуждали, и кроме этого, и этот Гуан. И он мне говорит, говорит, ты карту Советского Союза помнишь? Я говорю, конечно, помню. Так вот посмотри, говорит, где Украина, где Молдова, где Грузия, где Азербайджан, где Узбекистан. Это все страны по периметру России сейчас. То есть этот союз против кого? Против России. Вот что такое Гуан. И с тех пор мы в этом Гуане не участвовали. И так он сдох, как мы считали. А сейчас попытка его реанимировать. Приехал специальный эксперт, какой-то ассистент из Соединенных Штатов Америки, который проводил эту конференцию. Здесь у нас. Тем более, что сейчас этот Гуан еще и носит и военно-политический характер имеет эта структура. А по этому вопросу, смотрите, прилетает министр обороны Румынии. Ни с кем не встречается. Сразу в Министерство обороны. С ним куча генералов румынских. Побыл два часа. За эти два часа подписывает соглашение о создании специального молдова румынского батальона. Мы спрашиваем, никто не хочет отвечать. Ни в правительстве, ни в парламенте. Никто не хочет отвечать. Ни верховному так называемому главнокомандующему. Что это за батальон? С какими целями задачи? Вообще. И как может Молдова, 11 статья Конституции говорит о нашем нейтралитете. Как можно подписать военные соглашения с страной, членом НАТО, какой является Румынией? Нет, подписали. Раньше подписали о жандармерии, совместной жандармерии. Это значит, румынский жандарм. В случае, что мы восстанем, пойдем на митинги, пойдем на акции протеста против этого режима, а рано или поздно, видимо, так и придется поступать с этой бандой. Значит, нас, румынский жандарм, должны успокоить.